Я хочу спросить у вас для начала, как вы думаете, в чем польза кормления грудью ребенка? Кто-нибудь знает? Все элементы получают, да, правильно. Иммунитет, отлично. Еще? Связь психологическая. Что еще у нас, может быть? Ну что он получает первое от грудного скормления, что он получает? Питание, правильно, да. Вот, все, все молодцы, все все знают. Но в грудном скормлении есть польза и для ребенка, и для мамы. Сначала мы разберем, в чем польза для ребенка, да, вам там все видно. Это полноценное питание и питье первые 6 месяцев жизни. То есть ребенка не надо допаивать, не надо ничем докармливать. Все у вас с собой, как говорится всегда. Это сокращение ГВ грудное вскормление, ГМ – это грудное молоко. Оно отлично усваивается и полноценно используется. То есть есть такая особенность детей на грудном вскормлении, то, что они могут до 10 дней не ходить в туалет по-большому. То есть я вас предупреждаю. И это абсолютно нормально, потому что грудное молоко может усваиваться полностью. Это мы тоже запомним, что это не страшно. Как сказали правильно, что способствует эмоциональной близости мамы и ребенка, меньше вероятность колик и аллергии. Есть исследования, которые показывают, что дети на грудном вскормлении меньше подвержены и коликам, и аллергиям, чем дети, которые находятся на смеси. Значит, молока равно столько, сколько нужно. И я вам просто пункты сейчас назову, и мы по ним поподробнее пройдемся. И иммунитет передается от матери, помогает формировать собственное. Как вы правильно сказали, иммунитет. Например, ребенок или мама заболевает. Если заболевает мама, то с грудным молоком антитела от мамы передаются с ребенком к ребенку, и меньше вероятность у ребенка заболеть. Также, если ребенок заболевает, то он передает сигнал маминой груди, маминому организму. Маминый организм начинает вырабатывать больше антител и передает иммунитет ребенку, что помогает ему быстрее выздороветь или легче перенести ту или иную болезнь. Также есть исследования, которые говорят, что первые 3-6 месяцев после рождения ребенка у детей даже есть иммунитет к тем болезням, от которых маме делали прививки. То есть маме сделали прививку, она передает этот иммунитет ребенку. По поводу молока равно столько, сколько нужно. Это очень интересно, потому что ребенок и мама – это как бы единый организм. Даже скорее мамина грудь и ребенок – это единый организм, единое такое целое, которое абсолютно замечательно взаимодействует друг с другом. И молока получит ребенок столько, сколько он высосит. То есть он высосал молоко из груди, поступил сигнал мозг, что он высосал столько молока, в следующий раз на следующее кормление придет столько же молока. Ребенок пососал чуть дольше, в следующее кормление придет чуть больше молока. Пососал чуть меньше, например, к концу грудного вскормления, начинает ребенок все меньше и меньше прикладываться, начинает вырабатываться все меньше и меньше молока. То есть хочу для вас такую вещь донести, что ваше молоко самое лучшее для вашего ребенка. Его ровно столько, сколько нужно, оно ровно необходимой жирности для него, и в нем содержатся ровно те микроэлементы, минералы, витамины, все, что нужно именно вашему ребенку, именно от вашего молока. То есть ни одна смесь под это не подстроится. Молоко меняется в течение одного кормления, даже не в каждое кормление. В течение одного кормления состав молока может меняться. То есть ребенок опять же передает сигнал груди, даже есть фотографии такие в интернете, вы потом наверняка увидите, когда будете уже с ребеночком на руках, что когда ребенок заболевает, даже цвет молока меняется. То есть он становится более насыщенный, более жирный, то есть такой вот эликсир становится молоком. Это вы заметите, как ваше молоко меняется под ребенка. Также и количество молока, его качество.